Смотрите, ребята, вода какая чистая, прозрачная. Я тебя видел, конечно. Привет! Казахстанчик. В Астану. Заказал тавук из кендир. Очень вкусное блюдо. Вот, Рому, стреку из Кастанэ. А вам олег, у тебя Кастанэ из Киргидии. Вот, ребята, у меня такой завтрак. Супчик. Все, что осталось. Люди, видать, не знаю, во сколько устали. Там уже ничего нет. Еще можно на улицу пообедать. Тут местные живут. Сейчас еда закончилась, заново понесли. На завтраке так шумно было. Мне напомнило, как китайцы завтракают. Шумят, гремят. Я стараюсь с утра позавтракать хорошо, плотно, чтобы больше не есть. Ну и вообще рекомендуется с утра есть хорошо. Обычно завтраки в Турции нормальные, хорошие, и выборы есть. Но тут я рекомендую просто за 80 лир снять гостиницу, и все, на 15 лир поесть можно очень хорошо в Анталии. Ребята, всем привет с Анталии. Сейчас хочу до пляжа дойти по Ниалты, с моей гостиницы идти где-то больше часа. Мне по Анталии очень нравится гулять, и я с удовольствием дойду пешком. Хотя до пляжа можно доехать на таком историческом трамвайчике, прям до конечной остановки. Хожу, смотрю, где нарисованы проценты, там еще написано Инди Рим. Я так понял, что это скидка, можно так попробовать даже торговаться. Сказать Инди Рим. Смотрите, ребят, сейчас поменял 500 рублей, дали мне 38 лир, 50 куруш. Курс 0077 000. Чтобы до пляжа дойти, вот часовая башня. Нужно повернуть направо, идти прямо-прямо. И увидите с левой стороны уже будет там пляж Галька. Смотрю, когда у китайцев экскурсия, а их очень много. Вот это вот кафе их водят. А вот это понял, это экскурсия что ли у русских. Показывает Анталию город. Красотища какая. Ребята, сегодня гуляем, шикуем. 40 лир на кармане. Все ништяк. Very good. Вот еще одна экскурсия. Индивидуальных туристов так в городе редко встретишь. Это ремни Off-White. Мне сказали, это оригинал. Стоит 10 лир. Кепки по 15 лир. Ремни по 10. Кошельки разные по 4 лиры. Некоторые на сувениры берут. Друзьям, там еще кому-нибудь. Браслеты по 3 лиры. Магниты по 3. Из камня. В Анталии везде цены низкие. Вот браслеты по 3. Одна пара носков для с половиной лиры. А в Алании там продают носки по 15-20 пар за 10 евро. Магниты по 3 лиры. Есть ведь такая фраза, какая разница, какая на тебе обувь, когда ты в них гуляешь по Париже. Я бы с удовольствием бы денек по Париже погулял бы. Попил бы кофе с круассаном, стал бы таким настоящим парижанином. Здесь такие запахи хорошие, зелени, цветов. Такой приятный запах, классный. Все, вот флаг виднеется, уже близко. Потом спуск начнется. Видите, у них вся аллея опыляется водой. Вот тут цветы. И вот из-за этого такой вот запах свежести, зелени. Все, вот там начинается спуск. Впереди гостиница Риксос. У меня есть обзор на канале, я там снимал видео. Все, совсем чуть-чуть осталось. Много местных приходит на этот пляж, зонтиками идут продукты. На пляже не так много людей, все с зонтиками. Это местные все. Смотрите, ребята, вода, какая чистая, прозрачная. Как слеза. Прохладненькая. На пляже кукурузу носят, выпечки. Еще могут зонтик установить за деньги платные. Сейчас камеру оставлю. Поплаваю. Пока вместе поплаваем. Вода даже на глубине прозрачная. На пляже есть бесплатные души и кабинки для переодевания. После моря соленой воды обязательно надо полоснуться пресной водой. Тут на пляже можно приобрести все купательные принадлежности. Лавки, сланцы. Есть кафе. Водичка, все. Ну, конечно, тут будет дороже. Дешевле с собой брать воду. Тут сразу с пляжем есть такая территория. Местные тут пикники устраивают. Можно так же прийти самим, постелить и отдохнуть. Тут ветерок и тенек. Территория немаленькая. Всем тут места хватит. Миндетская площадка. Тут только костры нельзя разводить и шашлыки жарить. Теперь подъем обратно. В жару. А люди все идут и идут. Я тебя видел, конечно. Привет, кому передадите? Привет. Казахстан, что? В Атарал, в Астану. Нам друзей помогут. Ну и в Астахаре. Всем салам алейкум. Как вам Анталия нравится? Вы тут отдыхаете? Да. Да, классно. Куни Аплы. Ты где стоишь? А я в центре там. Сейчас на пляж ходил. Да? Все хорошо. Всего доброго. В Анталии очень большой аэропорт. Два терминала международных и один терминал местного значения. В основном все туристы прилетают во второй терминал. А расстояние там где-то пешком идти надо минут 35-40. Там ходит автобус, курсирует. Кто будет самостоятельно уезжать с Анталии, вы можете доехать на трамвай. Он доезжает до первого терминала, а там можете пересесть на автобус и доехать до второго терминала. Но кто-то в первый терминал прилетает, им еще будет легче, проще. И еще с Анталии можно много куда улететь. Ребят, напишите в комментарии, какую вы хотели бы увидеть страну, чтобы и вам было интересно и также полезно было туристам, как вот я по Турции езжу. Спасибо большое, кто поддерживает мои путешествия. Огромный вам привет из Турции и всем, кто меня смотрит. Кто меня смотрит впервые, подписывайтесь на канал. Я путешествую самостоятельно по Турции, покупаю билет на самолет, пишу все цены, перевожу на разные валюты, езжу по городам. На канале уже около 30 городов курортных. И пишу в конце видео, сколько я денег потратил за день. Также оценивайте видео лайком, дизлайком. Пишите больше комментариев, это продвигает видео. Я все комментарии читаю и на все отвечаю. Девят, заказал тавук из кендир. Очень вкусное блюдо, стоит 20 лир. Здесь мясо, всем советую попробовать. И айрат, 3 лиры, большой стакан. Смотрите, ребят, еще бесплатно чай принесли. Хотя это кафешка, а не ресторан. Классное заведение. Оно находится за углом улицы Ататюрка. Кто будет искать надпись Анталия, находится напротив супермаркета. Вот его название. Лавочки все с неонными подсветками. У всех одежда в лирах, цена фиксированная. И недорогое все. Как у меня быстрое время прошло, уже стемняло в 9 часов. Я даже про ужин забыл. Смотрите, какая подсветка у Марка Анталии. Торговый центр. Вот Рома встретил в Кустанайе. Салам алейкум, всем Кустанайским. Скидиди. Вот, приехали отдыхать. И вот встретил Рому. А ты где сам отдыхаешь? Ой, я Бельгиню отдыхаю. А, я тоже там был. Ну, я везде был, короче. Я тебя сюда. Видео здесь смотрел. Я по городам езжу. Покосит таких видео, Рома. Все, удачи тебе. Спасибо. Приятного отдыха. А тебя как зовут? Асул. Асул. Все, будем знакомы. Да. Все, пишите комментарии, кто здесь в Анталии отдыхает. Короче, смотрите видео Рома. Там не пропадете. Спасибо, молодец. О, я был. Кыргызстан. Именно где? Пчелпан Атай, Сыкуль, Бишкек. Ребят, сейчас в кафе зашел, заказал дёнер с курицей. Попросил еще чай. Горячай у нас бесплатный. Также у них тут перчик, специи, сахар, хлеб. Кажок, вы дёнер огромный принесли. Чаек, сейчас попью. Сейчас подхожу к своей гостинице. Смотрите, какой у меня тут район, какая улица. Классная. Классная. Всё, я свернул и уже подхожу к своей гостинице. Рояль Экспо. Вот у нас подсветочка такая выделяется. Есть такой у меня лифт. Это город Сиде. Переехал не на тот этаж. Иду по ступенькам, а тут света нет. У них 303-й мой номер. Ничего себе, у меня тут как холодильник. Холодно. Мальчик. Переехал. Присаж, не на тот этаж. Переехал. Мальчик. Испании. У меня там. Мальчик. Празднадцать. Звучит. Победина. Празднадцать. У меня тут нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok